Я думаю, что если мы будем хорошо трудиться и творить, то никакие кризисы, никакие перестройки, никакие ломки стереотипов нам не страшны. Как говорят медики, пациентов искусство возвращает к жизни. Для некоторых из них это единственный способ рассказать о том, что творится в душе. Занятие творческим процессом является составной частью вообще всего лечебного процесса. Потому что когда ребенок занят делом, быстро идет время, лечение оказывается более эффективным, настроение у ребенка хорошее, он имеет стимул для выписки и выздоровления. Арт-терапию врачи признают едва ли не полезнее лекарств. Вреда здоровью она не наносит, а результатов от нее порой куда больше, чем от таблеток и микстур. Особенно для пациентов детского отделения. Малыши в основном складывают подделки из бумаги, клей не используют, фигурки собирают как конструктор. Так лучше развивается моторика, а вместе с ней улучшается восприятие внешнего мира, внимания и памяти. Сложно вообще вот такие вещи делать? Много вам времени выделяете? Ну, два, три, два дня. Рыбка была, дом, дерево там, дом и все. В этом году пациенты психиатрического отделения сделали больше 50 работ и здесь решили организовать специальную выставку-аукцион. Первыми покупателями стали сами медики. Лоты распродали военник. Давайте мне с тобой говорите, сколько ты делаешь, товарищу. 100 рублей. А вот в Европе такое искусство стоит очень дорого. Картины душевнобольных продаются в отдельных галереях, специализированных магазинах. Можно купить и через интернет, тогда получится дешевле. Правда, подлинность таких шедевров уже не проверишь. Правда, в сети в основном продаются мрачные шедевры, а в Челябинской психиатрии на аукцион выставили только позитивные работы.